Поэт, актёр, бард, Владимир Семёнович Высоцкий – по-настоящему грандиозная и выдающаяся личность. Его творческим наследием являются сотни легендарных стихов и песен, гениально сыгранные роли в кино и театре, а также просто пронзительные высказывания, ставшие крылатыми и цитируемые по сей день. Но он оставил после себя не только творчество, но и двух талантливых сыновей от брака с актрисой Людмилой Абрамовой – Аркадия и Никиту. Всего в жизни Высоцкого было три официальных брака, а о романах до сих пор ходит множество сплетен. Больше всего внимания прессы и поклонников легендарного барда привлекают его отношения с актрисой Татьяной Иваненко. Об этом романе знал практически весь театральный бомонд того времени, и, возможно, всё бы дошло до брака, не появившись в жизни Высоцкого Марина Влади. Даже после расставания с Владимиром в 1977 году Татьяна не побоялась признаться его третьей супруге, что всё ещё любит Высоцкого. Но его сердце уже не принадлежало Иваненко. Тем не менее, в 1972 году Татьяна родила дочь Анастасию. И хотя мать дала ей свою фамилию, все уверены в том, что её отец никто иной, как Владимир Высоцкий. Но с тех пор прошло немало времени, предполагаемая дочь народного любимца уже успела вырасти и создать свою собственную семью. В 1999 году Анастасия родила дочь Арину Сахарову, и сейчас девушка уже студентка университета. Поскольку журналисты и другие люди, интересующиеся жизнью Высоцкого, убеждены, что она ещё одна внучка гениального музыканта и актёра, то интерес к её личности тоже повышенный. Арина учится в Московском государственном медико-стоматологическом университете, и почти все в вузе в курсе, чья внучка каждый день проходит мимо них. В отличие от матери, в ней едва ли можно узнать черты знаменитого деда, но взгляд такой же пронзительный, как и у него. Впрочем, и без дедовского волевого подбородка внучка выросла настоящей красавицей. Судя по фотографиям в профиле Арины в Инстаграме, она интересуется искусством визажа, но она и без макияжа очень привлекательная девушка. Она предпочитает вести непубличный образ жизни. Когда ей было 19 лет, она в шутку выложила сториз на своей страничке в Инстаграм с просьбой скинуть ей денег на дорогие покупки. Арину упрекнули в том, что дед бы не одобрил такого попрошайничества. И, похоже, тогда она впервые почувствовала горький вкус от славы своего родственника. Сейчас девушка не дает никаких интервью о своей жизни, но ее знакомая рассказала, что у Арины уже есть любимый человек, с которым она состоит в отношениях. Вряд ли можно упрекнуть девушку в излишней скрытности, ведь каждый имеет право на приватность, да и остальные внуки Высоцкого ведут не очень публичный образ жизни. Сейчас Арине всего 21 год. Возможно, спустя какое-то время она станет более открытой с публикой и покажет этому миру что-то не менее впечатляющее, чем ее гениальный дед. Вот такая история. Пишите, что думаете по этому поводу в комментарии, подписывайтесь на наш Инстаграм и Телеграм. Все ссылки под видео.